Жилой дом способен не только дарить уют, комфорт и крышу над головой, но и продлевать жизнь. Последний тезис проиллюстрировал архитектор Сусако Аракава, который в содружестве с поэтессой Моделин Джин спроектировал дом Reversible Destiny Lofts или иначе чердаки обратимой судьбы. Как говорит сам автор проекта, его дом способен дать людям то, что будет стимулировать их разум и чувства и не давать успокаиваться и расслабляться, что позволит людям, особенно пожилым, поддерживать в себе стремление к жизни. Идея такого дома пришла в голову Аракава не вчера. Уже несколько десятков лет, начиная с начала 1960-х, он и его подруга Моделин пропагандирует идеи увеличения продолжительности жизни, борьбы со смертью самыми разными, в основном, правда, литературными способами. Так, их творческий дуэт издал, в том числе, книгу «Обратимая судьба», напечатанную в США на рулонах туалетной бумаги и имевшую огромный успех. В начале 2000-х Аракава от слов перешел к делу, выстроенный по его проекту дом в тихом жилом районе на западе Токио полон подчас экстремальных сюрпризов и воплощает в себе все главные принципы архитектуры против смерти. Окрашенный в 14 цветов снаружи и внутри, выстроенный с применением перемешанных геометрических форм, этот фантастический дом словно составлен из детских кубиков, застывших в бетоне. Здесь неровные, порой напоминающие стены для скалолазания, полы, слишком высокие окна, дверные проемы разных форм, а в некоторые комнаты не проникнуть иначе, чем согнувшись или боком. Чтобы включить свет, придется едва ли не подпрыгнуть, а для того, чтобы отыскать туалет, иногда нужно проявить фантазию. В общем, все сделано для того, чтобы жильцы не расслаблялись, постоянно заставляли работать свои серые клеточки, пребывали в постоянной готовности, не ослабляли своего внимания. Одним словом, перенастроить себя и свой организм на то, чтобы жить вечно. Спасибо за просмотр, подписывайтесь на наш канал, не забывайте ставить лайки.